Итак, еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Сварин Игорь, мне 48 лет, всю жизнь предприниматель, ни минуты в найме не работал. Первый пассивный свой доход создал 25 лет назад. За мою жизнь он принес мне более полутора миллионов долларов. Путешественник, посетил более 30 стран, крайний был, ну, некоторый по многу раз. Полтора года прожил на Пхукете, в Таиланде, вот две недели назад. По личным хорошим моментам прилетел в Астрахань, вот две недели нахожусь на данный момент в Астрахани. Это что касаемо меня, так вот коротко, чтобы познакомиться, да. И на данный момент активно занимаюсь развитием и продвижением проекта Яндекс.Заправки, потому что, как бы, чуйка предпринимателя у меня работала всю жизнь. Увидел, что здесь достаточно много денег, достаточно много пользы для людей, для человечества, да. То есть это можно рассматривать и как социальный проект. Поэтому, что хочу сказать, что приятно, приятно заниматься экологичными проектами, где все понятно. Как вообще проект зарождался, да, из чего все началось? Началось с того, что в России поменялось законодательство и в Яндекс.Заправках, в Яндекс.Такси, вернее, водителями стали, ну, обязали водителей, чтобы они были сами самозанятыми или индивидуальными предпринимателями. Соответственно, выгода работы в такси у водителя сильно снизилась. По каким-либо личным причинам, там, взаимоотношения с приставами, там, и так далее, человек не может зарегистрировать индивидуального предпринимателя, да, иначе все пропало. И то есть пошел отток водителей. На сегодняшний момент только в городе Москва не хватает 80 тысяч водителей. То есть 80 тысяч машин простаивает, а это таксопарки, машины в лизинге, да, то есть машины сами себя на линии выкупают из лизинга. И то есть как снежный ком у Яндекса договора с топливными компаниями на выкуп определенного объема бензина. И, соответственно, чтобы всю ситуацию удержать, была придумана вот такая народная программа. Ну, то есть, как вы знаете, Альфа-банк уже более года развивается по системе сетевого маркетинга. И они не скрывали, да, называли с самого начала во всех СМИ прямым языком, что это сетевой маркетинг. Они ушли полностью из медиапространства в виде рекламы на телевидение, радио, наружной рекламы, щиты и так далее. То есть они эти бюджеты просто направили в партнерскую программу и за то, что люди находят новых клиентов в Альфа-банк, выплачивают вознаграждение, да, и достаточно хорошие люди вознаграждение получают. Через одно рукопожатие могу дотянуться до человека, который в системе Альфа-банка получает более полутора миллионов рублей ежемесячно. Вот, поэтому... Ну, это банк, да. А мы сегодня поговорим про бензин, про то, что, ну, как мы дышим воздухом, да, как воздух нам нужен. Также автомобилю нужен бензин. Без бензина он, как бы, без газа, без бензина он никуда не поедет. То есть полностью так понятный продукт, да, на уровне социальности. То есть если пункт первый – это сэкономить, да, денег. Пункт второй – это заработать в программе денег. Если вы хотите и видите категориями улучшать этот мир, то это тоже, да, в плане того, что, ну, в связи со всеми этими перипетиями, я думаю, во всех регионах цена на такси сильно выросла, да. Вот недавно разговаривал с другом, он сказал то, что в Москве от дома до работы ему доехать было в среднем 300-400 рублей. 400, когда там повышенный спрос. Сейчас это там 2,5 тысячи рублей доходит до 3, да. Соответственно, через эту программу мы можем увеличить количество употребляемого топлива. Соответственно, у Яндекса спит цена на топливо и сдержать рост цен на бензин, да, ой, на такси понизить. А это тоже такая социальная вещь, потому что многие люди сейчас на данный момент, ну, перемещаются на такси, как бы их это устраивает, не устраивает рост цены и цены на сегодняшний момент. Ну, как бы о программе, ну, как бы о целях и задачах рассказал. Давайте пройдемся по самой программе, как что устроено. Подготовил слайды для визуалов. Кому-то легче воспринимается на слух, кому-то легче смотреть и, ну, читать, смотреть и так далее. То есть участие в программе стоит 2,5 тысячи рублей. Это единоразовый платеж, никаких ежемесячных, ежегодных платежей больше нет. То есть активация кабинета стоит 2200 рублей и 300 рублей стоит пластиковая карта, которая служит идентификатором личности, да, то, что вы не бот, то, что вы живой человек и так далее. Подробности про карту можете узнать у человека, который вас пригласил в сегодняшний дом. То есть и того 2,5 тысячи рублей. Регистрация занимает 1-2 минуты, здесь всего лишь 6 полей. Вы пишете свой логин, пишете Яндекс-карту, номер карты, соответственно, берете у партнера, который вас пригласил имя, фамилию, можете на русском, можете латинскими буквами. Важный момент, e-mail вы пишете только Яндекс, потому что через Яндекс.Имейл, через Яндекс.Ид происходит, скажем так, женитьба всех личных кабинетов, приложений, Яндекс.Плюса и так далее, и так далее. Телефон указываем через плюс 7, если вы в России, да, пароль придумываем, все, вы зарегистрировались. Соответственно, дальше появляется кнопка «Активировать кабинет», и вы с любой карты любого банка, на вас она оформлена, не на вас карта оформлена, такие вопросы тоже задавали. Просто как онлайн-покупка, вводите номер карты, до какого у нее срок действия, ну, покупали, я думаю, что-либо в интернете, и на автомате списывается с карты 2200, и у вас кабинет активирован. Что вы получаете за эти деньги при активации данной программы? Ну, во-первых, вы получаете в подарок 1000 рублей на первую заправку, да, по программе, для тестирования системы. То есть Яндекс мог бы сделать просто, да, что как бы 2500 рублей регистрация, и как бы вы в программе. Вот. Но он дарит 1000 рублей на то, чтобы протестировать систему, попробовать и так далее. Следующий момент, возможность заправляться со скидкой до 5 рублей с литра, и даже более, ну, то есть, вот где более, мы сегодня, то есть, тоже обсудим. Возможность приглашать в программу друзей, да, получать за это бонусы от Яндекса в виде денег, и заправляться абсолютно бесплатно. Или там нет у вас автомобиля, зарабатывать на этом, да, вот. Вот, то есть, у вас появляется ваша реферальная ссылка, как и в Кинькофф банке, в Альфа банке, ну, везде сейчас они есть, да, которые вы можете дать мужу, жене, дочке, маме, другу, и, как бы, позволить экономить деньги. То есть, заправки в среднем, ну, баки у машин разные, экономия получается от 300 до, ну, там, 500-600 рублей. Вот у меня у друга Range Rover, он с каждой заправки экономит 500 рублей. Он сказал, я никому свою ссылку давать не буду, мне это неинтересно, и я этим заниматься не буду, да, и, как бы, человек, как бы, далек от сетевого маркетинга. Ну, в первый же раз, когда 500 рублей сэкономил, сказал, дай мне еще два номера карты, дам дочке, дам жене, свои автомобили, я, как бы, их автомобили ездить заправлять не буду. А экономия получается колоссальная, да, если пересчитать на месяц, на год, на три года и так далее. Вот, получать дополнительно кэшбэк от своих заправок и заправок друзей. Ну, то есть, кроме скидки в моменте, скидка это, когда вы в моменте экономите, раз в месяц, раз в квартал, вам будет еще приходить дополнительный кэшбэк. Что же включено уже в программу, это более 9,5 тысяч АЗС, ну, с бензином, да, по России. То есть, 9,5 тысяч АЗС появились не сразу. Само приложение Яндекс.Заправки, оно уже работает более пяти лет для Яндекс.Водителей, да. И, соответственно, постоянно заправки добавляются. Если мы берем там Роснефть, Башнефть, там и так далее. Это федеральные компании. В любых федеральных компаниях все знают, что это идет дробление по регионам, да. Там Верхняя Волга, Нижняя Волга, Центральный Черноземный регион, Центральный регион, Западная Сибирь, Сибирь и так далее. То есть, внутри региона несколько областей. Вот, поэтому, если берем Роснефть, она в каком-то регионе может быть подключена, в каком-то не подключена. Лукоил, если берем, она в каком-то регионе подключена, в каком-то не подключена. Но работа по расширению сети постоянно ведется, поэтому АЗС постоянно добавляется. В связи с тем, что сейчас все больше и больше появляется электромобилей, поэтому уже в системе заведено более тысячи электрозаправочных станций, то есть заряжайте автомобиль, если у вас электромобиль, да. Более тысячи моек, в том числе крупные сети уже есть в программе, поэтому не вопрос по поводу помыть машину с хорошей скидкой. И также в программе есть газовые заправки, сегодня вот был вопрос, да. То есть более трех тысяч газовых заправок по России подключены к системе. Кто хочет заправляться газом, просто как вы в машине переключаетесь с бензина на газ, так же вы в приложении мобильно переключаетесь с бензина на газ, и вам приложение показывает ближайшие газовые заправки, которые находятся с вами. То есть по карте они везде есть. Кроме того, есть возможность онлайн оформить себе полис ОСАГО, прям нажатием там нескольких моментов заполнений, да. И Яндекс это IT-компания, среднюю экономию по, ну как средняя температура по больнице бывает, да, также здесь средняя экономия по оформлению ОСАГО составляет около четырех тысяч рублей. То есть раз в год при оформлении ОСАГО через приложение вы можете экономить в среднем четыре тысячи рублей, то есть как бы, что тоже приятно. Вопрос часто задаваемый, а в Крыму есть, не знаю, в Анадыре есть, а в Канты-Мансийске есть. Есть вот такой, во-первых, в приложении можно посмотреть, и он покажет, да, и карту можно уменьшить, увеличить. И есть отдельный ресурс, сайт заправки.yandex.ru station, где мы видим, ну, карту можно приближать, уменьшать, да, я вот уменьшил, где мы видим по каждому городу, по каждому региону подключенные заправки, их количество и так далее. Вот, прям в поиске Яндекс можете набрать заправки Яндекс, ну, подключенные к программе, подключенные к программе, он выдаст прям в верхней строчке вам этот ресурс, заходите и как бы играетесь на карте, смотрите, да, какие заправки подключены, сколько их в каком регионе и так далее. То есть, рынок и возможности по программе, то есть, зона покрытия на сегодняшний момент это Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Турция и Арабские Эмираты. Приложение работает на семи языках, то есть, соответственно, в зоне покрытия более 100 миллионов единиц автомобилей. Это наша целевая аудитория, да, любой автолюбитель. И более 300 миллионов человек, проживающих в зоне покрытия сервиса. То есть, если человек не автолюбитель, он в данной программе может сделать, заработать, заработать, слово мне не нравится, сделать очень хорошие деньги. И причем эти деньги, они многоразовые, я их называю, потому что вы сделали работу один раз, ну, создав структуру партнеров, да, а зарабатываете вы ежедневно, ежемесячно, потому что по партнерской программе, кроме денег за приглашение, да, ну, вот, 2200 человек заплатил, 1000 ему на заправку. 1200 куда пошла? В виде вознаграждения по всей структуре, да, в виде вознаграждения партнеров. Вот, микрофончики выключайте, резида, пожалуйста, выключаем микрофон, я сейчас все выключу, а когда закончу, можно будет задать любые вопросы. Так, едем дальше. Зачем мы остановились, 7 языков, так. И, соответственно, идет в партнерскую сеть. Кроме того, Яндекс Расквартал с топливными компаниями подбивается по объему выбранного топлива. Ну, почему Расквартал, Яндекс немаленькая компания, топливные компании тоже немаленькие. Кто в бухгалтерии ходит немножечко, раз, два, три, да, знаете, что бывают квартальные отчеты, сверки, НДСы и все на свете. И, то есть, Расквартал дополнительно в виде премии, ну, то есть, вот у вас создалась структура, и, как бы, ваша структура выгребает определенный объем топлива, да, на определенную денежную сумму. Соответственно, это устраивает, ну, Яндекс все это перерассчитывает, и, соответственно, Расквартал вы получаете дополнительную премию от структуры, которую вы создали. Которую вы создали. Вот. Так, едем дальше. А, и сейчас на сегодняшний момент ведутся переговоры со странами БРИКС. БРИКС это у нас Б, Бразилия, Россия, Индия, Китай, С это Саус Африка, да, это Южная Африка. Вот, соответственно, в зону покрытия добавятся еще эти страны, и рынок, и возможности увеличатся до миллиардов человек. До миллиардов человек. То есть, здесь не идет речь построения, если кто-то видит в этом деньги, да, здесь не идет речь построения структуры в 100 человек, в 1000 человек. Здесь идет речь о миллионах, о миллионах человек в этой программе, да. И программа не будет останавливаться только на Яндекс.Заправках, то есть, у Яндекса есть свой банк, ну, Яндекс.Пейн кто-то уже пользуется, кто-то начнет пользоваться, да. У Яндекса есть Яндекс.Путешествие, у Яндекса есть Яндекс.Доставка и еще куча всяких разных сервисов, да. То есть, соответственно, в эту программу будут эти сервисы постепенно добавляться. Это, опять же, про многоразовую историю денег, и, то есть, ну, может быть, можно назвать это конечной целью, это создание многомиллионного сообщества, в котором, как бы, есть все, и оборот денег происходит внутри сообщества. И это, на самом деле, кто понимает, это очень великая ценность, когда наружу они никуда не уходят. Соответственно, то, что 1200 рублей уходит в виде вознаграждения, ну, партнером я сказал, и вот мы видим, когда было, 19 июня, не так давно, на всех основных информационных ресурсах, РБК, Коммерсант и так далее. То есть, Яндекс пока мягенько объявил, да, то есть, рекламная кампания планируется обширно через 2-3 месяца, но подключение к программе все равно будет только через людей. Вот. Яндекс объявил, что готов инвестировать более 100 миллиардов рублей в креативную индустрию, да, то есть, если Альфа-банк, он прям сразу с сетевым маркетингом здесь назвали креативной индустрией, да, доходы сложат в контент там и так далее. И причем эти деньги собираются инвестировать, мы видим, в 2024-2025 году, то есть, это о чем? То, что 2024 год уже полгода прошло, то есть, за полтора года Яндекс готов 100 миллиардов рублей влить в развитие партнерских программ и, как бы, ну, данные программы в том числе. То есть, какие моменты мы получаем, да, участвуя в программе плюс бонус, до 10% кэшбэка в конце месяца лично, дополнительный бонус каждый квартал, я это проговорил, бонус за выполнение целей, ну, то есть, как выполняют цели Яндекс-водители, да, в Яндекс.Такси. Также здесь прописываются цели определенные, то есть, ты пригласил первых троих человек, это могут быть муж, жена, дочь, друг, и тебе пришло бонусом первая тысяча рублей, да, за вторых троих приглашенных тебе приходит 2000 рублей, за третьих троих приглашенных опять 2000 рублей, за четвертых троих приглашенных опять 2000 рублей, ну, то есть, дальше за каждую тройку лично приглашенных 2000 рублей. Долго здесь особо рассказывать не надо. Хочешь скидку на бензин до 5 рублей, погнали. То есть иногда подключение происходит у человека за 5 минут, скажем так. Если человек вам близкий и понимает о чем. Вот. Бонус за то, что друзья приглашают друзей. Мы об этом тоже проговорили уже. То есть у нас есть, я прописал для себя и для людей, которые у меня в первой линии. То есть бывают первое поколение, второе, третье. Первое поколение это, скажем так, мои дети, кого я пригласил. Кого они приглашают, друзья, друзья. Это мои внуки. Вот. То есть первые две цели это пригласить троих заработать свою первую тысячу. И пригласить еще троих, ну сделать еще две тысячи. Три тысячи рублей. Невеликие деньги, но приятно. То есть цель три. Одному из лично приглашенных помочь тоже пригласить троих. То есть есть прописанная система начисления вознаграждений. Вот. Есть в компаниях ранги. Здесь они называются ступени. Соответственно, чтобы дотянуться до 12-го поколения своего здесь. Глубина максимум 12 поколений, да. Нужно как бы выполнять определенные цели. Цель четыре. Второму лично приглашенному помочь пригласить троих. Цель пять третьему. И цель шесть. Помочь двоим лично приглашенным достичь цели четыре. И двоим достичь цели пять. Вот. Везде я пишу плюс три лично приглашенных. Там нет этого в обязаловке на самом деле. Но широкая первая линия это всегда хорошо. Маркетинг план матрично-бинарный. То есть под вами только два места. Ниже еще четыре. Заполняется все на автомате. Сверху вниз, слева направо. То есть по большому счету это все-таки не бинар, а матрица. И скажем так, для принятия мною решения повлияло две цифры. Первая цифра, что мой номер 107 по России. А первые 100 номеров, я так понимаю, это братья-сватья, боты и так далее. Ну, для тестирования системы, да. Ну и как бы особо приближенные к императору, да, в Яндексе, как говорится. Вот. И вторая цифра по бинарно-матричным, по матричным, по бинарным маркетинг. Всегда просчитывается математика и нагрузка на маркетинг-план. И максимальная сумма выплаты, максимальная сумма выплаты на одного партнера, которую маркетинг-план может выдержать. И вот здесь простая история. То есть максимальную сумму, которую выдерживает маркетинг-план, это в месяц, это 163 миллиона 800 тысяч рублей. И эта цифра мне тоже понравилась. Ну, то есть если вы 190 миллионов рублей заработаете за месяц, да, ну, в смысле, система рассчитает, выплата у вас все равно будет 163 миллиона 800 тысяч рублей. Соответственно, Яндекс работает в белую. Соответственно, при достижении определенных доходов, ну, то есть там тысяча, две, три вы заработали, да, вы можете просто тупо заправить на эти деньги бензина. Когда вы выходите уже на более приличные доходы, однозначно Яндекс вас обязует оформить самозанятого, либо ИП, да, в зависимости от доходов, которые вы будете получать. Ну, как бы по самозанятому все знают, что это там 2 и 4 миллиона, да, максимальный заработок. Вот. Поэтому, как бы, вот такая история. Вот. По личному кабинету давайте пробежимся. Как выглядит личный кабинет? То есть, когда вы оформили личный кабинет, у вас светится, что Яндекс.Про активен. Когда вы пока просто зарегистрировались и не оплатили 2200, у вас, вот вы на три полосочки в верхнем левом углу нажимаете в телефоне или на компьютере, у вас здесь в главном меню есть кнопочка активировать. Вот у меня ее нет, потому что у меня уже он активирован. Вы нажимаете, вас выкидывает в платежный шлюз, 2200 сумма прописана, вводите номер карты, срок действия карты и так далее, да. Вот. И все, 2200 оплатилось. В течение минут трех у вас тысячи рублей на балансе возвращается вам. И написано сразу же, что ваш кабинет активен. Что касаемо вкладочки цели, здесь, как бы, прописываются вам цели. Пока цели прописываются только личные. Далее, так как сама система начисления маркетинг-план разрабатывался искусственным интеллектом, соответственно, вот в эту вкладочку, да, вашей цели будет вшит искусственный интеллект, и он вам будет подсказывать, что вам лично нужно сделать, что нужно помочь какому партнеру. Если у вас Вася Иванов, вот ему там одного человечка не хватает до какого-нибудь уровня, ранга, да, вот, ступени. Соответственно, ему помогите, и вам будет счастье. Ну, потому что чем больше, ну, у человека заработок, соответственно, тем больше у вас. Здесь, как бы, все ровно, как и везде. Вот. Далее, мои друзья, я вкладку открывать не буду, потому что там личные данные приглашенных вами лично людей. Дальше вы можете провалиться у этого человека, посмотреть, кого он пригласил и так далее. Так как эта вкладка содержит личные данные, я открывать не буду. В профиле. В профиле получается какая история? Ваша реферальная ссылка, которую вы можете скопировать, ваш номер карты, ну, ваши личные данные, которые вы указали при регистрации, да. Финансы. Финансы важно рассмотреть, поэтому давайте рассмотрим. То есть здесь у нас есть, во-первых, А, три вида счета в верхнем правом углу. Баланс, Яндекс.Баланс и бонус плюс. Баланс – это деньги, которые вы можете поставить на вывод на банковскую карту. Яндекс.Баланс – на эти деньги вы заправляетесь на заправке. Бонус плюс – это как раз-таки бонусы, которые вам приходят, да. И внизу видим три вкладочки между своими, между пользователями и вывод средств. Между своими вы с любого баланса на любой баланс можете, ну, соответственно, без комиссии за одну секунду деньги перевести. То есть Яндекс.Баланс можете на баланс, да, и потом поставить их на вывод, и они тут же приходят по системе быстрых платежей на любую банковскую карту. Вот, соответственно, с баланса на Яндекс.Баланс можете перевести, чтобы налить газ, бензин, ну, как бы, да, мойку осуществить. Бонус плюс – перекидать на другие балансы. Ну, соответственно, дальше идет вкладочка между пользователями, то есть введя логин, который человек указал при регистрации, указав сумму, либо с основного баланса, либо с Яндекс.Баланса, я могу перевести деньги, да. И здесь простая история, то есть человек зарегистрировался, и я ему могу перевести 2200 на активацию, и он этими деньгами тоже может активироваться. То есть это как внутренний перевод, да, между пользователями. Ну, и вывод средств. Тут, как бы, тоже все понятно. Мы указываем сумму, мы указываем номер телефона и название банка, да, то есть, как бы, и по номеру телефона, по системе быстрых платежей, денежки моментально оказываются у вас на банковской карте, которую вы указали. Вот, и, соответственно, что еще хотелось бы показать, сказать. Так, сейчас, секундочку. Давайте я покажу, прям буквально две минутки, как выглядит само приложение Яндекс.Заправка, чтобы было понимание, у кого его нет, как это и что выглядит. То есть приложение, понятно, на телефоне, я сейчас просто с другого аккаунта запущу демонстрацию экрана телефона и покажу, как выглядит, как выглядит приложение Яндекс.Заправка. Пошло, пошла, пошла демонстрация, все хорошо. То есть, что мы здесь видим, что мы здесь имеем. Мы, когда нажимаем заправить, по геолокации определяются ближайшие к нам заправки, подключенные к системе Яндекс. Сейчас подгрузится, вот они зелененькими точками обозначены. Ну, и, как бы, я могу посмотреть, нажать на эту зелененькую точку, посмотреть, что это за топливная сеть. Ну, как бы, кто-то приверженец Роснефти, кто-то от нефти, там, и так далее, да. Вот. Ну, и, как бы, все хорошо. Соответственно, помыть он покажет ближайшие мойки, скидки, бонусы, помыть, есть кнопка, да, скидки, бонусы. Соответственно, он покажет на сегодняшний месяц до 31 июля. Сейчас подгружается, это зум подгружает, что-то долго. То есть, на, ну, какие-то акции, вот, написано до 8 сентября и так далее. То есть, я смотрю, как мне выгоднее заправиться, где я могу получить 5 рублей, где я могу получить 4 рубля. Ну, соответственно, вот там Яндекс.Пэй 5 рублей, да, с литра. И если у вас нет Яндекс.Пэя или есть, нет, если у вас нет карты ВТБ, да, то одним нажатием, вот, по карте ВТБ, а у меня ее нет, например. То есть, здесь же прямо в приложении можно нажать оформить карту, заполнить все поля и у вас появляется карта ВТБ. Нет у вас Яндекс.Пэя, пожалуйста, здесь же в приложении можно оформить. Яндекс.Плюс лучше подключить, потому что скидка это в моменте. И в моменте же на Яндекс.Плюс полпроцента вам будет капать сразу кэшбэк. Есть кэшбэк сразу, который, и Яндекс.Плюс кэшбэк можно тратить на еду, не обязательно на КСМ, да. При подключенном Яндекс.Плюсе у вас бесплатная Яндекс.Музыка, у вас бесплатная Алиса и куча бесплатных сервисов, когда вы подключаете Яндекс.Плюс, да, от Яндекса. И дополнительно у вас еще сюда будет приходить кэшбэк сразу же в моменте при заправке, да. Вот. Про ОСАГО я сказал, что экономим. Способы оплаты. Способы оплаты. Есть короткое видео, как поженить свой личный кабинет с приложением. То есть, мы видим, вот она светится, твоя возможность у меня, да. И вот на Яндекс.Балансе мы только что видели 6200, они здесь светятся. То есть, я могу хоть час заехать на заправку, не выходя из машины. То есть, по геолокации приложение определит, на какой я заправке. Я указываю номер колонки. Указываю бензин какой, 92-й, 95-й. И, соответственно, не выходя из машины, указываю объем топлива. Либо полный бак, либо 10 литров, либо на полторы тысячи рублей. Ну, то есть, разные варианты есть. Вот. И все. И то есть, заправщик сунул шланг мне в бак. Я ему форточку сказал, что я по Яндекс.Заправкам заправляюсь. Они все в курсе. Ну, потому что Яндекс.Водители в Яндекс.Такси их уже к этому приучили. Мне не надо выходить из машины. Мне не надо идти в домик, стоять в очереди. Иногда бывают очереди, все в курсе. Особенно, когда на трассе крупные заправки. Все. Я подъехал, мне залил бензин и дальше уехал. Очень удобно. То есть, приложение полностью интуитивное. То есть, надо перейти на газ. Я нажал газ. И он мне показал все заправки газовые, которые рядом. Вот. Как бы вообще, вообще не вопрос. Так. Останавливаю демонстрацию крана. Остановилось. Вот. Соответственно. Так. Соответственно, в принципе. В принципе. Что касаемо самой встречи. Открытой встречи. Я могу сказать, что благодарю за внимание и уделенное время. Время это самый ценный ресурс у нас. Вот. Дальше я сейчас остановлю запись. И привилегия тех, кто присутствует на открытой встрече. Задать. Задать вопросы.